Всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня мы с вами продолжаем путешествовать по пустыне Гоби или по пустыне Сахари. Но где-то по пути мы потеряли плащ и теперь наша героиня не умеет летать. Где этот плащ потерялся, я ума не приложу. Какой момент, неизвестно. Но сейчас нам, скорее всего, предстоит то же действие, что и обычно, это освобождать заблудившихся и потерявшихся летающих ковров с помощью просто прикасания к другим коврам. А, подождите, она летает теперь вообще без плаща. Ей плащ теперь не нужен, у нее бесконечный, как я понимаю, заряд энергии. И он светится у нее из груди. Летаем, как рыба в воде, это замечательно. Так мне даже больше нравится, так как ни от кого... Эм, не, закончился заряд. Нет, все-таки он не бесконечный. А я думал, мы ни от кого больше зависеть не будем. И... И будем сколько хотим заряжать энергией вот эти ковры самолеты. Вижу вверху иероглиф. Сейчас пойдем его соберем. Так, еще один у нас заряжен. Ну что, хватит нам энергии, чтобы долететь до верху? Не хватило. А может и хватило. Но что это случилось? Ковры самолеты убегают. Каждый убегает и стремится убежать как можно быстрее, потому что из центра маленькие ковры самолеты вылетели. Пока непонятно, что происходит. Нет ли здесь что-то... Чего-то страшного, что мне нужно знать. Так, ну давай ты взлетай. Ковры самолеты. Скорей помогите мне взлететь до следующего иероглифа, и я пойду тогда гулять дальше. А там уже зажигается солнце. И может быть навстречу этому солнцу и полетим. Ну как мы полетим-то? Во! Так-так-так-так-так-так. Зарядили энергией. Наверное, я сначала все-таки слетаю за иероглифом, если получится подняться на такую высоту. Нет, не получается. Значит, тогда попробуем навстречу... Навстречу солнцу вот в ту дырочку. Да, тут уже мне помогают. Значит, правильно. Летим сюда. Дальше. Мне кажется, что я здесь уже был. И гонял по этой сноубордической трассе. Фух. Куда едем-то? Словно волны песок разбиваются. Шух. Просто пока летим, неизвестно куда. А где наша любимая гора? А, вон она, вижу. Значит, все, летим правильно. Попробую проезжать внутри вот этих рамочек. Хоть какой-то интерес при спуске будет. Фух. Фух. Они, наверное, специально для того и сделаны, чтобы внутри пролетать. Пролетать. Внутрь пещеры углубляемся. Глаза застилает свет. Уже плохо видно, куда летим. Так, 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 так. Бачком. Теперь бачком она летит. Сзади невозможно посмотреть. Сзади вперед. Фух. Улетим и просто наблюдаем всю красоту вот этой сказочной природы. Так. Заворот. Поворот. И опять вперед. Жух. Спускаюсь вниз. Следуем за коврами самолетами. Тут даже, если врезаешься в камень, то ничего страшного не происходит. Просто героиню сдвигает немножко в угол. В сторону сдвигает. Фух. Взлет. Здесь, наверное, взлететь нужно было. А может быть и с такой высоты скатиться. Тоже круто. Шух. Вылетели и смотрим, что здесь есть. Новый город. Но мы не в город попадаем, а в подземелье. Видите, это, наверное, единственная игра, в которой, когда падаешь с такой огромной высоты, ничего не происходит. Будем активировать портал. Мы это умеем уже очень и очень хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, портал активирован. И, значит, здесь, наверное, будет сохранение. Сохранение для следующего этапа. Вот здесь, видимо, оставлено место для еще одного игрока. Может быть, по сети можно играть. Снова мать-богиня встречается и рассказывает историю древнеегипетского метрополитена. Раньше что-то строилось, теперь что-то стирается. И огоньки погасают. Ну, наверное, все-таки эту историю можно как-то даже прочитать. Интерпретировать. Додумать. Пофантазировать. Ну, атмосфера накаляется. На горизонте как будто бы гром и молния. Значит, может быть, что-то страшное ждет впереди. Ворота, да? Ворота, да. Ворота открылись. И мы переходим на следующий этап. Без ковров самолетов. Но плащ нам вернули. И это хорошо. Значит, я могу летать. И он стал еще даже чуточку длиннее. Больше можем... Больше и выше теперь. И дольше лететь. Все. Погрузилась в темноту. Ничего не видно. И ждем, когда посветлеет. А вот теперь... Уже не желтый, а синий песок перед нами. Кварцевый, может быть. На свет идем. Так. Сверху что там? Ничего. Просто свет. Пойдем вперед. Куда глаза глядят, куда светит свет. Ага. Как будто бы личинка спящая. А это просто камень. Ледяной кварцевый камень. Предполагается, что мы идем по вот этим светящимся элементам. А куда дальше-то? Ага. Что-то движется. Летающий ковер-самолет. Замечательно. То, что нам и нужно. Подходите, подходите. Ковры-самолеты. Выходите скорее. Мы зайдем на станцию метрополитена. Или это подземный переход. Подсказывают. Пытаются подсказать, что идти нужно вот туда, туда. Они прячутся в этих станциях. От кого? Непонятно. Очень загадочный мир. Так. Сюда проходим. Я не уверен вообще, правильно ли мы идем. Ну, будем доверять летающим самолетам. Коврам-самолетам. Они раньше вроде нас никогда не подводили. Так. Здесь уже длинные ковры. Похожие скорее на водоросли. Будем их активировать. Они, слава богу, они сразу активируются. Не нужно тереться об них. Куда дальше? Сюда? Опять же, не уверен. Но. Пробуем. Пробуем лететь сюда, сквозь толщу ковров самолетов, похожих на водоросли. Как будто бы мы под водой плаваем. И новые герои. Это медузы. Ковры медузы. Фух. Пролетели огромные пространства. И сейчас все в бирюзовом цвете. Не очень хорошо видно. Но одного нам оставили ковра самолета для помощи и подсказок. Потому что иначе, я думаю, тяжело разобраться, куда идти. Портал. Здесь уже, мне кажется, портал в ад. Сделанный из обсидиана. Все затряслось. Зашевелилось. Накаляется обстановка. Сердце бьется учащеннее. Сыпется сверху пыль. Ковер самолет зовет за собой. Я его тоже буду звать за собой. Ого! Это было неожиданно. Вылез космический гигант из фильма «Матрица». Надеюсь, он улетел куда-нибудь подальше. Потому что... Не хотелось бы встретить его еще раз. А вот это что? Портал тоже. Неизвестные места. Куда идти-то мне? Со всех сторон вот эти злющие, похожие на животные памятники. На волков. Даже чуть-чуть они волков напоминают. Туда полетим. Оттуда вроде вышел только что. Ладно. Попробуем пойти вот в этот подземный ход. Обратно. То есть немножечко пройду. Если нам позволяет туда идти, значит туда можно идти. Ну, по крайней мере, на то расстояние, на которое мы сейчас отошли. Вот подзарядиться можно энергией. А, нет, это песок. Давайте пойдем все-таки в ту сторону. И буду еще подзывать потихоньку. Может быть, кто-нибудь на наш призыв прибежит и поможет, подскажет путь и подскажет дальнейшую судьбу. Не заблудиться бы. Как я и говорил, без помощников здесь не совсем понятно, куда идти. Ну, ладно, пойду в ту сторону. Прямо. Прямо. Тряска продолжается. Она такая ненавязчивая, но время от времени все трясется. Там врата закрыты. Закрыты, закрыты. Но справа, может быть, есть ход. Свет оттуда идет, значит, и ход туда, по идее, должен быть. Направо. Налево. О! Уже что-то, что-то поинтереснее. А вот и наш летающий космический корабль. Так, надо подозвать наших любимых питомцев. Пух! Он их и разрушил. Он так и меня может съесть таким же образом. Поэтому нужно скорее отсюда убегать. Знать бы куда. Ну, пойдем по зову света. Кристаллик на пути. А, это не кристаллик. Это опять вот летающий наш космический корабль. Что он с нами сделает? Так, 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 так. Просто подкидывает. Или все, уничтожает до конца. Нет, до конца не уничтожает. Просто подкидывает. И тем самым говорит, что туда нельзя идти или можно идти, но нужно по-другому как-то. Идти, наверное, просто по-другому. В домик зайду. Спрячусь. Так. С домика не выберешься. Нет, 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 нет. Нужно просто вне зоны его внимания находиться. Тогда будет все в порядке. Вне зоны доступа. Вне зоны доступа. Мы не опознаны. Если я правильно, конечно, понимаю. Бегаем скорее от этой твари. Быстрее, 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 быстрее. Ага, сюда. Сюда, 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 сюда. Заметил все-таки. Как тебя вообще? Как с тобой бороться? Отбрасывает назад на несколько сотен метров и все приходится делать заново. Заново это проходить, этот кусочек. Ну, может, так и рассчитано. Скорей, скорее, скорее. Убегаем, убегаем. Что нас не убивает, делает нас сильнее. К данной ситуации это очень хорошо подходит, такая поговорка. Так, а вот теперь катимся. Да? Точно. Катимся на сноуборде. Влево-вправо, влево-вправо, чтобы нас никто не заметил. Их здесь уже несколько. И, похоже, там целый их город. Активируем датчики. Активируем, активируем. Они туда не могут пройти, но зато я могу туда пройти. И это здорово. Ну, что ж, давайте активируем наш портал. Раз, два, три. Раз, два, три. Сюда эти твари не пробрались, но зато я смог сохраниться. Да, замечательно. Снова встречаются главные герои, смотрят на скалу мечты. Все ближе и ближе мы к этому. Опять история о древнеегипетском метрополитене, о древнеегипетских домах, которые засыпало песком и получилась только лишь пустыня. Ну, звезды красивые, на небе в виде иероглифов, которые никому не дано прочитать. И вот символ нашей скалы, к которой мы стремимся. Следующие ворота открываются. и это значит, что мы с вами переходим на следующий уровень, в который поиграем в другой раз. Поэтому, если вам понравился наш сегодняшний сегодняшний летсплей, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии в описании к этому видео, советуйте игры, в которые следует поиграть. С вами был Сергей Патин, до новых встреч, пока!